Антисемитизм развивался в церкви, вот особенно вот те далекие столетия, исключительно благодаря опеке государства, благодаря тому, что существовал определенный заказ политический сверху. И благодаря цезарепопизму антисемитизм, как и многие другие пороки, входил в плоть, как говорится, церкви уже, становился уже своим родным церковным уже, естественным уже. И тот же самый Иоанн Златоуст, другие проповедники, я убежден, что они отрабатывали определенный заказ, который существовал, политический заказ, оправдывать антисемитизм. В общем-то проблема, это еще не только политическая, она большей частью духовная проблема. Почему на евреев ополчаются люди, порой даже ни с того ни с сего, ополчаются даже в тех странах, где евреев фактически и нет. Допустим, в Японии, в других некоторых странах. Почему? Потому что проблема еще и духовная. Не только такая вот идеологическая проблема, она проблема духовная. И, к сожалению, церковь, которая на место Христа в центр внимания поставила Мамону, она допустила вот такой неправильный дух, будем так говорить, внутрь себя. Допустила антисемитизм и как идеологию, и как душу церкви, что ли, определенную. Ну, вот пару иллюстраций таких интересных. Я уже упомянул о Юстиняне, императору Юстиняну. Он, кстати, здесь, да, вот он. Это на четвертой страничке. Четвертой страничке. А ниже, вот ниже Юстиняна, там, значит, вот такая картинка про сфорочки. Кто ел про сфорочки? Признавайтесь честно. Будем отвлекаться, нет? Нет, я сейчас не буду пугать, я расскажу кое-что. Так. Дело в том, что до Юстиняне...